Всем привет! Сначала немножко погода. Небо такое интересное. Поснимаю, а потом переключу камеру на себя. Что-то камера не ночью. Смотрите, небо какое красивое. У нас сегодня... Сегодня у нас что? У нас сегодня понедельник. Последний день осени сегодня. 30 ноября. Понедельник, и я сейчас еду. Ну, здесь уже голубое небо. Ничего особенного. Ну, почти. Еду сейчас. У нас время сейчас 12.50. Я еду за Леона. Льюис и Замой дома. Потому что Замой вчера вечером температура поднялась. 38. И сегодня утром еще было 38. Я его пару дней дома оставлю. Так вроде голова, говорит, болит. Кружится. И просто температура. Так, и мне не насморка, не кашля, ничего нет. Слава Богу. Вот. И а Льюис проснулся, что-то начал носом шмыгать. И я тоже думаю, сегодня оставлю его дома. Но мы не были, не, так сказать, не уверены были, аллергия или простуда. Ну, вроде бы, аллергия. Поэтому завтра пойдет в школу. Сейчас к обеду у него прошло. Он, говорит, и горло чесалось. И чихал он. И, ну, короче, непонятно было. Хотя в это время, уже зима, можно сказать, никогда никакой аллергии не было. А тут, что-то, говорит, горло чесалось и чихал. И сейчас вроде все хорошо. Как чувствую себя хорошо. Ну, короче, похоже на аллергию. Поэтому посмотрим, как сегодня еще до вечера, как ночь будет. А потом завтра утром, наверное, скорее всего, пойдет в школу. Замы, Леон здоровый. У нас здоровые все, слава Богу. Чего и вам всем желаю. Вот. Что у нас нового? Я на прошлой неделе, даже позапрошлой неделе, записывала видео. И тянула, 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 тянула. И так его не выпустила. Поэтому решила сейчас перезаписать. Начало. Но вторую часть, все-таки, я потом прикреплю сюда. Мы запекали, нагрели рыбу сазанам. В соли. Ну, короче, я не буду рассказывать, вы видите, все. Это я вставлю обязательно сюда. А так, то, что я до этого записывала, это уже не актуально, поэтому я решила сейчас перезаписать. Вот такие вот дела. Осталось еще сейчас этой неделе, потом еще две недели, и потом у нас будет каникулы у детей. Мне до конца декабря работать. Потом у меня первая неделя в январе будет отпуск. Ну, сразу после Нового года. Вот так до Нового года работать буду. Ну, я же не каждый день работаю. Ничего страшного. Посмотрю, как выпадут мои дни четверга и суббота. Ой, вторник и четверг. Я сейчас работаю всегда по вторникам и четвергам после обеда. Ну, так товар приходит. Что у нас? Ну, вроде так, ничего больше нового. Каникулы там на пару дней. Вообще-то должны были эти зимние каникулы, должны были начинаться у нас с 21 или с 22 декабря, что ли. Но в связи с этой пандемией сделали, что каникулы начнутся с 18. Ну, 18-го, последний день в школу. Это в пятницу. Так было бы до следы до следы, ровно две недели каникулы. Вот теперь две с половиной недели. Дети, конечно, очень рады. Учатся они нормально. Ну, единственное, что в масках надо ходить, не снимая эти маски. А так, все. Полный класс, все в одном классе сидят, не разделяют их, ничего. Автобусы переполнены детьми. Но я их вожу. По возможности я их только вожу. Ну, 99% я их и отвожу, и забираю. Даже если с работы не получается, я на работе, как бы, или там приезжаю чуть позже. Ну, в основном, всегда подходит. Мне почти никогда не надо должен приезжать. Если, например, не могу, ну, в четверг, там, например, когда я, если у меня не получается из-за детей, тогда я и выхожу в пятницу с утра работаю. Это вообще без проблем. Так как я не на кассе, я только распаковываю, поэтому, поэтому мне так, да, свободнее играть немножко у меня. В воскресенье мы дома, ну, как дома красили, громко сказано, конечно. В основном в зале я у вас там достали наши все эти новогодние украшения, все эти светилки, которые светятся. Ёлку решили все-таки этот год еще не ставить из-за коджика. Дети, конечно, очень хотели, но боимся. Может, еще решимся, я не знаю. Вообще-то Слава только боится. Я говорю, давай поставим, если будет прям вот вечно снимать там эти игрушки и все, тогда, говорю, уберем опять и все. А так попробовать-то стоит. В том году уже не было. Дети просят, очень хотят. Уже говорят, давайте на втором этаже поставим там, где спальня. Я говорю, что нам вот это ёлки. Когда мы спим, мы все равно не видим. А так, в основном, всегда внизу. В воскресенье уже первую свечку зажгли. У нас каждое воскресенье, теперь до Рождества, каждое воскресенье зажигаем по одной свечке. Вот, четыре воскресенья до Рождества. Не знаю, как это назвать. Advent Time называется. Но я в этом году, это первый год, наверное, что вообще ничего нового не докупила. Абсолютно. Все, что было, все опять достала. Но я в том году достаточно покупала, поэтому в этом году решила ничего не покупать. Если что было, то и поставила. А вот на следующий год, там я, наверное, точно что-то новое куплю. Ёлку сто процентов поставим на следующий год. Потому что на следующий год мы будем справлять Рождество у нас дома. Наша очередь. Ну, с моими братом, сестра, с семьей. Брат, сестрой. Ой, с семьей. И мама. Ну, и мамина сестра, наверное. Ее всегда тоже приглашаем. Там она одна, которая подстригает наших мальчишек. Вот. А в этом году даже не знаю. Пока что, не знаю, будем мы все вместе справлять, не будем. Еще они даже не договорились, так, что в воскресенье мама нас хочет пригласить. Или, вернее, уже пригласила к себе на обед. На следующем воскресенье. Ну, в котором будет воскресенье. Поедем к ней. И там посмотрим, что решили. В этом году брат мой на очереди. У него должны были справлять. Не посмотрим. Будем, не будем. Вообще-то сказали, что на Рождество, ну, объявили, что на Рождество можно встречаться не более 10 человек. Не считая, ну, короче, с 14 лет и старше, если считать детей. Которые меньше 14 лет, это не считается. Вот с 14 и до, но нас больше, чем 10 человек. Вот, поэтому, не знаю, будем и не будем справлять. С нас там никто не проверяет. Ну, это и мы только решаем, конечно. Посмотрим, что с этого будет. Будем, не будем, справляем. Печально, конечно. Это вся ситуация такая как-то. Никакого праздничного настроения нет. Абсолютно. Абсолютно. Не знаю, может, будет еще. Но сейчас, несмотря на эти все огоньки, которые уже везде в домах, ну, утром вот я отвожу, потому что еще темно на улице, и везде все светится у многих в домах, вот эти вот свечки, светильнички всякие там, гирлянды. Но настроение вообще пока абсолютно не праздничного. Может, еще придет. Ладно, не буду вас долго тут, ну, вот, долго болтать. Я прикреплю сюда, как мы жарили или запекали. Запекали на гриле, наверное. Наверное, так надо выйти. Рыбу. Все, увидите. Все, желаю вам всем хорошего, хорошей недели. Будьте здоровы, берегите себя. Сейчас очень много болеют. Остывают люди. Погода такая. У нас сегодня, ну, сегодня ночью. У нас было и утром, даже когда я ехала, отвозила Леона, было минус 4 на улице. Мороз. А по радио передавали, что где-то вот даже здесь недалеко. Вот сейчас плюс 1, время час. Что где-то вот здесь у нас недалеко, даже минус 17 было сегодня. Был бы снег. Тогда было бы хорошо. Хочется снега, очень сильно хочется. Снега 2 года практически не видали. Хотя бы, ну, хотя бы на пару дней. Вот выпал бы прямо так много. Не так, чтобы припорошило чуть-чуть. Чтобы там дети на санках покатались. И под ногами хрустел снег. Очень хочется. А, еще пока не забыла. Я вас всех приглашаю в группу. У нас на Фейсбуке есть группа, называется, СПК Беска. У нас уже там почти тысяча человек. Почти за месяц. Вот 2 числа будет ровно месяц, как мы создали эту группу. Там очень прикольно, весело. Я вас всех-всех-всех приглашаю. Кто на Фейсбуке, кто еще не на Фейсбуке, зарегистрируйтесь. Очень-очень там весело и интересно. И, ну, короче, там на все вкусы все есть. Можно и выкладывать, и общаться. Ну, выкладывать посты, общаться. Короче, я вас всех приглашаю сидеть. Я буду очень рада видеть там знакомые лица, знакомые имена, фамилии, которых я знаю. Присоединяйтесь. Я под этим видео, я прикреплю ссылку на эту группу. Так что приходите, переходите. И будем там общаться. И, конечно же, приглашаю вас на группу. Ой, на группу. На канал Кномладия ТВ. Я не знаю, можно и нельзя уже говорить, но мы задумали кое-что. Будет скоро сюрприз. И на моем канале, и на канале Кномладия ТВ. Скоро будет сюрприз. Надеюсь, у нас все получится. Так что пусть будет интрига маленькая. Надеюсь очень, что все получится, как задумали. Но, кстати, будет сюрприз и на Кномладия ТВ, и на моем канале, и на Facebook, и в этой группе. Так что присоединяйтесь, чтобы не пропустить ничего. Все, хватит бля-бля. Бля-бля. Всем еще раз всего хорошего. Не болейте, берегите себя, свои близкие. И, надеюсь, скоро сделаю трансляцию. Наверное, скорее всего, у меня уже очень давно не было блинов. Хотя мне сейчас надо уже печь прянички, печеньки на рождественские. Дети уже тоже просят. Но и они просят также блины. Мама, давно-давно не было блинов. Они уже... Просто так не хочется стоять блины печь. Если блины, то надо делать трансляцию. Ну, конечно, я уже и помимо этого делала и без трансляции блины. Фу, я полицейских обугалась. И это... Ну, хотелось бы... Потому что скучно стоять, жарить эти блины одной. Поэтому я, наверное, на этой неделе, на днях, сделаю трансляцию с блина. Так что следите, заходите, смотрите, чтобы не пропустить. Постараюсь заранее выложить эту превью, что будет трансляция, что пропустили. Все. На этом буду с вами вещаться. Не отключайтесь. Сейчас будет дальше продолжение с рыбкой. Все. Всем пока-пока. Вот наш сазанчик. У нас, правда, уже сегодня воскресенье. Вот так вчера ничего не снимали. Потому что мы вчера у нас клана поменялись на обед. На обед я сделала лазанью. И решили сегодня вот делать вот такой у нас огромный сазан. Нормальный. Огромнейший. Как надо? Да, это нормально, грызься? Хороший. Хороший. Я не знаю, сколько он. Два сольных, три килограмма. Да, ну вот такой большой. И что ты будешь делать? Расскажи сам. Показывай. Это соль. Вчера купили вот эту вот соль крупную. Да, в общем, три килограмма соли, три белка. Нужно будет сейчас взбить. Это Слава посмотрела рецепт в этом в интернете. Сейчас он не может взбить сам себе. Хотел сказать сам себе яйца. Да. Сам яйца не может взбить. Мне яйца, я добавлю их туда, чтобы оно было такое, чтобы можно было обволакивать. Иначе оно все обсыпается, рассыпается, да? Да. Треница? Да. На килограмм. Только белка или все. Только белок взбить. Взбить белок белый, чтобы. Да, и что потом? Ну давай походу будем показывать. Да, потом это все перемешиваешь. И потом это все обволакиваешь. Это все будет лежать. Здесь хвостик будет чуть-чуть торчать. Совсем чуть-чуть. И вот на ладочке. Уже проверено. И вот эти брикеты. Я надеюсь, что... Я один раз их покупал, я был просто... Восторг. Удивительно. Да, в восторге. Это из кокосов. Из кокосовых орехов. Орехов брикета. Сделано. Катя! Мы решили, что будем грилить на Новый год. Я их только раз купил для этого. Для этого случая. Мы посоветовались, и ты решил, что мы будем греять. Да, я посоветовался самим собой и решил с нами... Да, а меня просто в известность поставили. Да, и я удивился, что ты сказала. Да! Удивился? Нет. Это было шум-ля. Это было шум-ля, понятно, да? Что я не против буду. Конечно. Хотя столько сразу сплечь, столько оливье сделал, и все, да? Селедку под шубой. И селедку под шубой, и винегрет. Ну, еще там что-нибудь пожарил, и все. Всего лишь, да? В основном ты. Ну, все, давай. Делай, я буду показывать. Мусор нужно. В общем, что нужно сделать, я прочитал в интернете. Ты делай, показывай, что ты сейчас говоришь. Взбивать придется тебе. Поэтому ты сейчас сделаешь паузу. Подожди. Что нужно еще маслом нужно ее об... Сначала маслом ее. Ее хорошо обтереть, что я сделал, да? А, тоже обтер? Да, вещь сухая. И потом ее маслом обтираешь. Да. Внутрь надо лимон. Лимон у меня нету, я побрызгаю лимонную кислоту. Лимонный сок. Лимонный сок придется туда добавить. Побрызгать вовнутрь. И все это потом залепляешь, да? Угу. Солю. Да. И потом, если не получилось, видео стираешь, и просто как будто ничего не было, ничего не знаю. Хорошо. Все, я взбиваю яйца. Итак, что на ней фокусируется? О, он заморозился. Вот я уже здесь перемешала эти белки, короче, взбила до пика, или как говорится, наверно так. Вот, и перемешала с солью. Половину соль мы выложили на эту форму, и сейчас Слава будет обмазывать рыбу маслом. Каким маслом? С подсолнечным, да? Да. Это масло, наверное, не есть, только сколько он не пишет, чтобы я не... Ну, как оно называется? Короче, вот, он будет сейчас обмазывать маслом, потом переключимся. Итак, вот, хвост не поместился, Слава говорит, ничего страшного. Вот, толстый слой соли еще сверху, внизу был и сверху вот так. Теперь осталось только засунуть его в гриль, и потом покажем, что с этого получилось. Получилось вообще что-то или нет? Посмотрим. Так что, сейчас для вас это будет момент, а для нас больше, ну, час где-то Слава должен быть на гриле. Так что, переключимся. Вот наши знаменитые угли. Новые. Вот, они, видно, что работают сразу хорошо. Сейчас я... Сейчас у меня телефон спалится. Я, я распределю, положу эти штуки, решетки, чтобы они отгорели, их почистить можно было. И еще немножко поставлю то, что я хотел. Рыбу. Так, где у нас эта щетка? Щетка стоила 2 уэра, по-моему, вангебусе. Два уэра, по-моему, вангебусе. Я, ну, давай, я, Даня, жалко выбрасываю. О, это чисто, слышите? Это специально, да? Да. Сейчас рель у нас не очень чистый, потому что стоял на улице. Мы его всяк не захотовали. Да, очень чистый, здесь вон все. У нас этот вьюн, все, вон, листья надо все тоже. Этот год осеннюю уборку слишком затянули. Да, затянули. Уже почти зима, мы еще осеннюю уборку не сделали. Мы старые становились, но потихоньку делаем. Вот, смотри, как молодые работают. Вау! Тихо. А мы как эти? Как они новый дом, просто новый. И теперь мне это будет, надо все на самый низ опускать. Почему? Потому что эти угли действительно лучшие. Все же горит, если я... Ну, я приношу, ты можешь показывать сейчас, да? Угу. Развищи, это поместится. Вот, Слава, идея у него. Нос и хвост закрыл фольгой. Да, я вон туда, прям до самого конца засунул фольгу, чтобы хвост сильно не обгорел на нос. Ну, посмотрим, что с этого получится. Ну, все, если что, мы ничего не снимали. Никто ничего не узнает. Да. Так, не поместится. Никто не поместится. Никто не поместится. А-а-а. Никто не поместится. Никто не поместится. Придавит. Даже не закроется. Прикиньте. Насколько придавит. И что теперь? Я-то не знаю, как это снять можно. Ну, она теперь горячая. Он сколько придавит. Ну, ладно, Слава. Нормально. Да, рыбы не достанет. Да, она про что. Окей. Рискнем. Рискнем. Ну, все. Надо было поменьше разобрать. Все? Поехали. Сейчас смотрим. Посмотрим, сколько градусов на пассаж. Так. Сейчас сколько? Сейчас начинаю только подниматься. Надо же лифт сделать чуть-чуть. Вон они угли. Да? Угли. Угли. Угли шмгли. Так, ладно. Все, а потом переключимся пока. Еще не горячая температура. У нас Фаренгейт это нижняя. Температура у нас идет сейчас к 100 градусов. Коще 20 градусов. А, сколько? 100 градусов. Все пусть разгорается. Кук-кук. Ну, все. Время засекаем. Угу. Давай. Ну, вот, ладно. Просто, вот, 13.00 на час, да? Посмотрим. Да. Смотря как. Если так швах, то на час. Если будет Штарк, тогда. Сильно. Ну, она пошла температура. Поднимать. Еще раз поднять. Рискнуть. Ничего не испортили. Не, нормально. Задевает. Ну, придурок нормы. Все, прекрасно. Поднимали. Итак, прошел час ровно. Что у нас получилось. Вроде не прилипло ничего. Дымочек у нас был. Дым очень... Ой, запах жалко, нельзя передать. Очень жалко. В общем, я боюсь. Ну, давай. Я тоже. Я не трус, но я... Я покинусь. Я постисниваюсь. Так, сюда. Все это надо вытащить. А как это сюда? Да. Сейчас пока ты будешь это разбирать, она остынет и будет холодно. Бананы покажи, да. Так, сейчас мы погрилим бананки. Это мы почти всегда делаем. Что это такое? Это вот эта веточка вишни. А, ветка вишни. О, запах, да? Ну, сейчас все закрываем. Сейчас бананы. Сейчас пока мы поведаем, бананы как раз погрилятся. Это такая вкуснятина, вы не представляете. Я сырыми их не могу... Ну, как сырыми? Ну, сырыми или как говорится? Просто свежими. Я не могу их есть. А вот эти, когда они с гриля... Ой, вкусняшка. Очень вкусные. Но они должны быть сладкие. Потому что они горят, да? Да, угли обалденные. Так, сойку, да, рыбу-то. Вот сюда. Нет, подожди. Камень. Ну, в отеле в Турции так же же. Он как-то руками их, правда, это... Снимал соль. Я... Глаз... Стекло разбить. Ой, да ну ладно, не плачь. Все хорошо. А что это за звуки? А, Слава? А что это за звуки? Я заплачу. Не знаю. Сейчас как взорвется, а? Нет? Не знаю. Ой, сейчас соль туда покажет. Во! Сейчас сразу вам срает. Соль задубарела, а она... Нет, выглядит готово. Да ладно, что-то она плачет. Все. Что за звуки? Слава, на тарелку принести. У меня же слюни текут. Я не знаю, что делать. Тарелка, а что тарелку? Надо же ее как-то освободить. Я не получусь, а потом покажу. Так, вот такая вот рыбка получилась. Мы уже попробовали, и дети попробовали. Ну, все, кроме Леона. Леон у нас не любит рыбу. Будет сардельки есть. Ой, говорить не могу. Очень-очень вкусная, такая нежная получилась. Получился он карп, да? Забыла, как называется. Кожик тоже просит. Вот. Очень-очень вкусно получился. Короче, только надо приловчиться ее вытаскивать. Мы перевернули, и там вот эта вот верхняя шкура, кожа, как оно говорится, осталась на этом внутри. Очень вкусная рыбка получилась. Так что нам всем приятного аппетита. В следующий раз, короче, все. Да, получилось, Слава? На вкус она очень вкусная. Прилипла. Куда? Он прилипла к стеклу. Надо, наверное, стекло жиром обмазывать. Да, да. Поэтому ее вытащить оттуда из соли точно не будет. Ну, короче, да. Надо приловчиться правильно все делать, чтобы она хорошо потом вытаскивалась. А так на вкус оболденно получилось. Все, нам приятного аппетита. Вот и все. Не прошло и сколько, и 20 минут. Мы вчетвером, Люизам, Илья и Слава съели. Леон, к сожалению, не ест рыбу вообще никакую, ни в каком виде. Очень-очень вкусная, очень вкусная получилась. Все, дети сказали, Турция. Турция, да, как в Турции вкус был. Кроме одного, один ест. Все, желаю вам всем хорошей недели и до следующего видео. Всем пока-пока. Вот, забыла еще снять десертик. Это вот бананы запеченные на костре, и не, на гриле. Очень-очень вкусно, сочно и сладко. Хотя бы меде как бы полить. Да, вот если был бы жидкий мед, у нас, к сожалению, сейчас не жидкий дома, а такой другой. Какой? Твердый или не твердый, а какой? Густой. Вот, густой. Вот. Был бы жидкий, можно было бы полить, то вообще это самое классное. В китайских ресторанах у нас тоже такие бананы. А нет, там они в этом... В тесте запеченные. В тесте запеченные, да. Как они называются? В кляре. В кляре. В кляре. Бананы в кляре. В футляре. В футляре, да. Тоже медом поливаешь. Ммм, вкусняшка. Все, на этом точно теперь всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.